Да. Алло. Угу. Да, Пусть. Да, да. Компания «Верит» инспектор Комарова Ирина Александровна. Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, это вы, да? Да. Наталья Николаевна, звонок вам поступает по поводу задолженности вашей, образовавшейся перед микрофинансовой организацией «Миккредит». Знаете, да? На просрочку вы вышли. 124 дня у вас просрочки платежа, сумма по задолженности 138 530 рублей на сегодняшний день. Я не выду. Вы 19 декабря оплату производите, обязательства свои исполняете? Нет, у меня никаких обязательств. Как нет обязательств? Нет. А куда они делись, Наталья Николаевна? Закончили. Вы уже оплатили? Когда оплатили? Первого июля оформили непосредственно данные обязательства. Наталья Николаевна, чтобы вы не говорили, вы на сегодняшний день нарушили 310-ю статью Бутайры, чтобы на стороннем порядке отказались. Я куриц и зверей, я так всерьез не воспринимаю. Поэтому, Сталия Николаевна, вы можете говорить все угодно. Я с вами поговорила, я вас забыла. А я о вас помню, Ковроровы, Чупахина и Рыжакина, и Дашка Белла. И про всех вас я помню, мои кошечки. Вы же, куда ж без вас. Такой контент вы делаете. ЗВОНОК В ДВЕРЬ И, соответственно, по кредиту 44 377 руб. 19 копеек. Отплаты сегодня посадки? Обязательно. По какой причине ранее оплату не производили? Хроническая амназия. Как давно у вас такие ситуации? Чего у меня? Как давно вы находитесь на больничном? Я не на больничном. Меня не лечат. Меня скрывается от врачей. Я поняла. В таком случае я под запись телефона в разговоре фиксирую, что сегодня оплата поступит. А если я вот сейчас сказала, что поступит, а она не поступит, то чего будет? Банк оставляет для собой право расторгнуть договор и выставить вам к оплате общей самодолга. По кредитной карте она на текущий момент составляет 134 355 рублей 35 копеек. И по кредиту у вас к оплате будет 314 182 рубля 59 копеек. Учитывая, что вы уже достаточно длительный период просрочки, вы готовы будете общей самодолгой внести единовременно? Конечно, конечно. Замечательно. Должна сказать, что законных способов не оплачивать кредит нет, судебной практики нет и не будет ни одного прецедента. Зачем же вы меня обманываете? У меня соседка выиграла вашего банка суд. По закону вы должны соблюдать условия кредитного договора гражданского кодекса. Ведь ответственность из-за нарушения договора... Вы слышали, что я только что сказала, зачем вы обманываете, что судебной практики нет и не будет, если моя соседка выиграла у вашего банка суд? Я видела прям решение. Ваш банк получил... Наталья Александровна, вместо того, чтобы придумывать отговорки, чтобы снять себя обязательства... Вместо того, чтобы придумывать мнимые истории об отсутствии судебной практики, вы бы лучше на самом деле ее бы настоящую наработали. Потому что ваши представители неадекватно реагируют на запросы суда. Вот как было с моей соседкой. Когда она потребовала договор, ваши мнимые юристы, которых вы... Вы слышите меня... Вместо того, чтобы прислать договор, они начали оправдываться о том, что оферта в любом случае по 430... Вы слышите меня... Там статья гражданского кодекса. Она в любом случае учитывается, как и любой другой договор. Это в любом случае фиксирует негативную информацию по вашему кредитному делу. Негативную информацию. А какую негативную вы фиксируете? В чем негатив заключается? Оплата поступить сегодня от вас не услышала. Конечно, конечно. Но не исключено, что это сарказм. Я такая коварная. В таком случае возникшие трудности со здоровьем не освобождают вас. Вполне обязательство ковару. Нет никаких трудностей со здоровьем. А если вы так подкованы... Подкована лошадь в поле, а я имею определенные юридические знания. А вы, пожалуйста, не будьте космоизвестными. Не надо говорить, что кто-то подкован. Подкована, видимо, ваша мама лошадь. Не надо говорить со мной в венесон. Так, если ты сейчас, мразь, еще раз повысишь на меня голос, я тебя отшлепаю так, что у тебя позвоночник в трусы высыпется. Ты поняла меня? Машандра. Совсем страх потеряла, что ли? Потеряла список, кого бояться? Я тебе сейчас поясню, почему в Одессе руберо это... Да. Здравствуйте. Компания приняла решение. Слава Богу. Здравствуйте. Приветики. Диана Владимировна. Да-да. Какая Кофенанс Кэдит Плюс. Меня зовут Маликов. Мстанет Нередовичный, сейчас город записывается. Так, у вас задержка с оплатой имеется 63 дня. Сумма к оплате 9839 рублей. Так, почему не оплачиваете? Не хочу. Не хотите. А причина какая? Ваша неоплодная. Причина отсутствия желания? Жадность. То есть, поточнее... То есть, вы не собираетесь отдавать задолженность, как я понимаю? Ага. Те 5 тысяч, которые вы задержали, правильно? Занимаются мошенничеством. Ну, это надо пусть следствия устанавливать, чем я занимаюсь. Организация, то есть, организатор требует просу господи за должность до 19-го числа. Да, поэтому подумайте, до 19-го числа вам необходимо внести. Нет. То есть, в ближайшее время, если оплата не поступит, то возможно будет передаваться дело в коллекторские агентства и суд. Да. Да, я так понимаю, у вас какая-то сложная ситуация в жизни произошла, почему вы не можете оплатаить данную задолженность? Почему вы сделали такой вопрос? Если вы три минуты назад утверждали, не три минуты, а даже минуты назад утверждали, что я там мошенничеством занимаюсь. Да, возможно, я утверждал, что вы занимаетесь мошенничеством, так как с вашего слова скажу, что вы не хотите отдавать задолженность просто так. Да, вот, исходя из ваших слов, которые вы сказали, то да, возможно, вы занимаетесь мошенничеством. А из чего вы взяли тогда, что у меня сложная ситуация? Ну, по вашему голосу могу сказать, что у вас какие-то трудности есть на жизни. Да? Как вы тонко чувствуете? Какая у вас тонкая душевная организация? Не тем вы занимаетесь. Я вам предоставила. Котиков кормить бездомно. Информацию я вам предоставил, а вы подумайте, до 19-го числа, да, постарайтесь, оплатить задолженность свою, потому что сумма у вас 9839 рублей, есть скидки, есть акции, возможность оплачивать частично. Поэтому все для вас, только оплачивайте. Ой, какая прелесть, такой сервис. Задолженность вы взяли у нас же. Да, информацию передал, озвучил последствия. Вам всего хорошего, до свидания. Пока-пока. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Здравствуйте. О, НСВ. Меня зовут Александр Олегович. Светлана Дмитриевна, это вы, соответственно. Я звоню по обязательству вашему перед компанией «Ланкликмани». Знакома такая компания? Нет. Ну, до этого вы утверждали обратное. Когда? Соответственно, задолженность у вас имеется. Когда я утверждала обратное? Теперь от компании «Ланкликмани» на актуальную дату рождения 15 декабря 2021 года. Актуальную дату рождения 15-го чего-то там 21-го года? Вы что несете? На актуальную дату начисления, я сказал, не рождения. Рождение вы сказали, а не начисление. Следите за своей речью. Ну, это вообще ничего страшного вам. Да как это ничего страшного? Давайте всю херню нести тогда уже. Ну, как это ничего страшного? Ну, как это ничего страшного? Это страшно. Так вообще и вы. И вы, когда каждую фразу свою повторяете слово «соответственно», вы зачем это делаете? Мне так хочется. Мне так хочется? Это аргумент, конечно. Я тоже не буду пользоваться. Так что, Светлана Дмитриевна, что у вас произошло такого, что вы решили нарушать законодательство Российской Федерации? Кто определил нарушение законодательства Российской Федерации? Я вам об этом говорю. Вы? А вы кто такой, чтобы определять нарушение законодательства? У вас есть какие-то образования, может, юридические? Или, может быть, у вас есть там... Да не врейте вы, Господи. Люди с юридическим образованием, звонилками не работают. Туда идут только те, кто нигде не пригодились. В судебной практике у вас нет. Вы не судья, у вас нет совершенно никаких полномочий. Так как вы можете что-либо там определять? Триста десятых, значит, Гражданского СОПК. Кто определил нарушение? Триста десятых, еще какой-то. Разве суд был? Не было. Соответственно, еще раз повторяю. Да перестаньте вы говорить соответственно. Это говорит только о вашем скудном словарном запасе. И, я не знаю, нижайшем уровне интеллекта. Можно, да? Ну, все, директриса мне разрешила говорить. Как здорово! Наконец-то! А то я думала, можно мне говорить или нельзя. Но, слава Богу, теперь я спокойна, что мне можно говорить. Опять соответственно. Господи, какое же дегенеративное только, а? Кошмар. Еще раз соответственно. Ну, вы можете... Вы меня этим не раздражаете. Нет, юноша, вы раздражаете себя только. Я раздражать вас не собираюсь. О, оно еще и картавое, господи. И соответственно со всех сторон. И мечта логопеда. Забот полон рот. Да? Вы не знаете, что такое конструктивно. Вы даже не знаете, что такое соответственно. И лепите его к месту, и не к месту. Все свободен. Я не намерен терять время. Свободен, свободен. Фиксируйте себе глубоко и вертите до получения максимального наслаждения. Не желаю вам того же. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Диана Владимировна, вы? Кто спрашивает? Беспокоит микрокредитная компания Конго. Меня зовут Баир Кудаибердей Черкобаев. Ведется запись разговора. Ага, слушаю. Мне необходимо перегрызть Диану Владимировну. Говорите. Это вы. Правильно? Замечательно. Диана Владимировна, звоню в отношения вашей задолженности. Уже 31 день и сумма 18758 рублей и 19 копеек. Подскажите, пожалуйста, по какой причине оплаты не вносите? Не хочу. Не хотите? Ага. Легко и просто. Да? Честно говоря, первый раз слышу такой прямой, честный ответ, Диана Владимировна. Бывает. Бывает, согласен, согласен. Ну, Диана Владимировна, мне в принципе на ваш аргумент нечем ответить, поэтому в принципе не вижу смысла время терять. Ага. Соответственно, требования компании вам понятны? Да. Вопросы есть? Нет. Ожидаем оплату. До свидания. Не ждите. Пока. 138 тысяч 500 рублей на данный период времени ваша задолженность. 122 дня в просрочке. Оплата, тем не менее, от вас не поступает. У вас из графика вы уже давно вышли. Кабитор вытаил всю сумму. Вот вам на числение идут штрафных санкций. Согласно 330 статье ВК РФ. А что вы не оплачиваете? Почему обязательства свои не исполняете? Я считаю, нужно в это с вами обсуждать. Почему? У вас же если в добровольном досудебном порядке оплаты не оплаты... Ну, потому что вы какой-то вымышленный инспектор какого-то несуществующего досудебного взыскания. С чего вы это взяли, наверное, было? Ну, потому что взыскание не бывает досудебное взыскание. Это принудительный возврат денежных средств. А принудительный возврат денежных средств возможен исключительно через суд. Понятно. Ну, от того, что вы сейчас говорите, это общие фразы где-то вычитаны. Общие фразы. А аргументы будут, помимо того, что вы ошибаетесь? Инспектор досудебного взыскания, это моя должность. Да, да, только... Ну, я же вам еще раз повторяю, только никакого досудебного взыскания не существует. Я тогда инспектор межгалактических хомяков. Хорошо, очень хорошо. Ну, вот это примерно такая же ерунда, как и досудебное взыскание. Если у вас такая должность... Если у вас нету тети, то вам ее не хоронить. Наталья Николаевна, очень жаль, что вы не захотели меня выслушать. Ну, конечно, вам жаль. Вы же очень стремитесь, чтобы вас хоть кто-нибудь послушал. Но мне вы неинтересны, как собеседник. У вас есть шанс как раз... А у вас шанса больше, к сожалению, нет. Вы в тупике. Уклонение ваше необоснованное... А, ваше необоснованное выпрямление извилин головного мозга зафиксировано. Наталья Николаевна, вы можете меня оскорблять, не оскорблять. Да, я же не приступала, вроде бы, к оскорблениям. Я пока только исключительно констатировала факты. Хорошо, вы можете подскрепить... Хорошо, хоть плохо вам. Мне это, если честно, глубоко индиферентно. Ну и вы на мне не заработаете, слава богу. Ну да, вы же просто так сейчас звоните, цели заработать не было. Ну, конечно. Пока-пока, счастливого пути. Да. Алло, здравствуйте. Да-да. Яна Владимировна. Громче. Здравствуйте. Звонок из компании ООО МФК ЦИФЛПАЗИИВА ДЕНЬГИ. Меня зовут Василий Сергеевич. Говорит записывается. Диана Владимировна, это вы... Да. Диана Владимировна, звони по поводу задолженности. Вы уже 36-й день на просрочке находитесь. А что случилось-то? Почему оплату не производите? Острый приступ хронической жадности. И что конкретно произошло? Прямо самое конкретное в моей жизни, острый приступ хронической жадности. Так что, от оплаты вы отказываетесь? Да-да. В судебном порядке будем решение вопроса. Добровольно отказываетесь. Вам компания пошла навстречу? Время? Днижные средства вам предоставили. Дали денежные средства? Сейчас вы отказываетесь. Ага. Ну, не хотите добровольно о порядке будем по закону? Какие вытекающие последствия? Давайте-давайте вперед. С этого пути. В Ангетом Бран работаете в ИП? Соль информация? Да. Телефон, мобильный этот единственный у нас? Нет. Родители ваши знают, что у вас такая задолженность имеется? Конечно, обязательно. Все знают. А что они вам не помогают-то? Так их все устраивает. Хотите идти денег у них? Все устраивает? Конечно. В таком случае, откачет оплаты за эффективным последствия ожидайте. Зачем вы это три раза повторили? Да. Здравствуйте, меня зовут Моисеев Александр Олегович, ООНСВ. Завнат осуществляется в интересах компании «Право онлайн» и разговор записывает. Виталия Николаевна, все верно? Все верно. Скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, вам поступало уведомление от вашего кредитора? Вы с какой целью интересуетесь? Мы работаем по агентскому договору согласно 2005 статье Гражданского кодекса. Это не объясняет цель вашего интереса? Мы звоним по требованию кредитора. Еще раз спрашиваю. С какой целью вы интересуетесь? Получал ли я какие-либо уведомления? Чтобы понять, как в дальнейшем вести диалог. Артем, попробуйте вести диалог. А вашу задолженность в «Право онлайн»? И я слушаю. Что у вас уже до 37 дней просрочен платеж? И? Скажите, пожалуйста, почему получилась такая просрочка? Зачем вам эта информация? Это информация для кредитора. Вы не выполняете? Кредитор в курсе. Он у меня сам спрашивал, я ему на этот вопрос отвечала. А вы собираетесь выполнять свои обязательства? И на этот вопрос кредитору я тоже отвечала. А нам вы можете ответить? А сколько вы платите мне за это? Почему я вам должен что-то платить? А почему я должна вам что-то говорить? Ну, смотрите, мы работаем с кредитором. Соответственно, я передам информацию, что вы отказываетесь от общения. Но, тем не менее, звонки от нас не перестанут. Да ради бога, если вам нечем заняться, звоните. Ровно до тех пор, пока я вам это позволяю. Как только передумаю, то, собственно говоря, на этом ваши звонки и закончатся. Ну, я так понял, вы не собираетесь оплачивать ваши звонки? Что вы там для себя поняли, мне совершенно неинтересно. Я с вами не собираюсь обсуждать свои финансовые вопросы. А чего вы ждете, Наталья Николаевна? Море погоды. Но это не лишит ваших финансового обязательства? Да правда, что ли? Правда. А вдруг? Я подожду. Наталья Николаевна, я обязан вас следовать о том, что согласно 126-й статье ГПК РФ, порядок принесения судебного приказа, ваш кредитор имеет право подать на вас в суд. И судебный приказ выносит в течение пяти дней со дня поступления заявления в одностороннем порядке. Далее у вас с момента получения копии судебного приказа у вас будет 10 дней для подачи возражений. Также в случае вашей неоплаты, кредитор имеет право согласно 382-й статье ГПК РФ, основании порядка перехода права кредитора к другому лицу, не передать право требования долга другому лицу. При этом ваше согласие не требуется. Вы будете выгоднены кредитором на факте передачи права требования в одностороннем порядке. Все. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, у вас помимо этого долга есть другие долги? Скажите, пожалуйста, у вас была в детстве задержка в развитии? Это не имеет отношения к вашему долгу. Но, тем не менее, имеет отношения к нашему разговору, чтобы я понимала, с кем я разговариваю. Человек просто неадекватный или что происходит? Почему, когда я вам сказала, что я не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы, вы это проигнорировали и продолжаете мне задавать вопросы личного и финансового характера? Проблемы с восприятием действительности? Это требования кредитора. Что требования кредитора? Уточнять у вас информацию. Да прямо правда? К кому это требование? К вам? Я-то какое отношение имею к требованию кредитора к неизвестной мне коммерческой организации? Или вы думаете, если вы между собой там заключили какой-то договор, то это меня к чему-то обязывает? Я вам открою секрет, совершенно нет. Наталья Николаевна, вы заключали договор с кредитором? Это снова вопрос личного характера. Видите, как сложно вам в действительность вернуться? Но я в вас верю, у вас все получится. Смелее. Главное верить. Наталья Николаевна, у вас финансовые обязательства, вы их не исполняете. При этом вы что-то говорите про меня. Я не что-то говорю про вас. Я говорю, что у вас проблемы с восприятием действительности. Мои некие мнимые финансовые обязательства никоим образом не обязывают меня отвечать на ваши вопросы. Я вам только что об этом сказала дважды. Но до вас все-таки не доходят, и вы продолжаете задавать вопросы, заведомо зная, что ответов на них вы не получите. Вот что с вами не так? Наталья Николаевна, я заведомо не знаю, получу ли я ответы от вас. Как это вы заведомо не знаете, если я вам сказала, что не намерена с третьими лицами обсуждать свои финансовые вопросы, личные в том числе? Как это вы не вкуп? Наталья Николаевна, я вынужден освободить линию. Да, освободите, пожалуйста, планету уже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!